Новогодние огни зажигаются и в молдавских селах. Местные власти стараются организовать для детей и взрослых лучший праздник с иниматорами и концертными программами. Денис Баршевич расскажет подробнее. В селе Максимовка Новоаненского района на открытие елки пришли почти 200 детей. Пользуясь случаем, примар Алла Брома поделилась планами на будущий год. Это самый приоритет дороги. Конечно, хотелось бы, чтобы больше было площадок детских, чтобы были тренажеры, чтобы можно было где-то развиваться детям, молодежи. Вот эти вот такие приоритеты. Дети водили хороводы и участвовали в конкурсах. Правда, больше всего жители Максимовки ждали Деда Мороза и сладкие подарки. Увидеть вас, вы нас бы увидели. А смотри детишек сколько у нас. Много-много. Подарочки ждем от Илана Шора. И всего хорошего. Очень приятно. Мы каждый год ждем этих праздников. Любим детей сюда приводить. Очень долго ждала моя дочь этот праздник новогодний в нашем селе. Это очень важное событие. Почти каждый год у нас и в прошлом, и позапрошлом были такие праздники. Сегодня очень красивый праздник, который составили тут и Миньон, и Снегурочка. Надеюсь, и будет и Дед Мороз. В непростые для Молдовы времена праздники единственное, что помогает верить в чудо. Мы продолжаем дарить детям праздник. Мы продолжаем радовать жителей данного села. Поэтому мы сегодня на открытии праздничной новогодней елки привезли новогодние подарки. И хотим немножко подарить веселого настроения деткам. Чтобы, несмотря на тяжелые времена, несмотря на сложности в нашей стране, чтобы дети и взрослые немножко почувствовали атмосферу праздничную в нашей стране. В селе Балаешь с Креулянского района также зажгли и праздничную елку. Праздник прошел в Доме культуры, который недавно был отреставрирован. С уверенностью могу сказать, что этот праздник принесет детям много, много удовольствия. Потому что раньше у нас таких праздников не было. Было два года пандемии. Сейчас Дом культуры, как видите, отреставрирован. И тут очень красиво. В первую очередь хочется сказать спасибо господину Илону Шору, который четыре года подряд рядом с нами. Граждане говорят, что каждый раз с нетерпением ждут новогодние праздники. Очень хорошо, очень красиво. Надо почаще такие праздники делать. И люди все будут довольны. Хочется выразить благодарность премарии, которая организовала такой маленький праздник для детей и для всего села. В селе Иванча Аргеевского района также поздравили граждан. На торжественной церемонии открытия праздничной елки к пожеланиям для граждан присоединилась вице-председатель Аргеевского района Татьяна Платон. В первую очередь я представляю районный совет и политическую партию Шор с самыми тёплыми и добрыми пожеланиями на грядущий 2023 год. Вашим детям мы желаем только здоровья в ваших домах, чтобы процветал мир и спокойствие. Кроме того, вице-председатель района зачитала праздничное поздравление от председателя одноименной партии Илона Шора. «Если разрешите, я прочитаю послание от Илона Шора, который не смог присутствовать тут лично, но отправил письмо лично жителям села Иванча. Дорогие мои аргеевцы, рождественские праздники символизируют сплочённость. Их ждёт с открытым сердцем весь мир, как дети, так и взрослые. Это праздник мира, который объединяет семьи и переносит счастье в дом и душу». Также праздничные мероприятия прошли в селе Кукурузены и Малаешты. Поздравить жителей с наступающим Новым годом приехал председатель Аргеевского района Дину Цуркан. Рождественские ёлки были открыты почти во всех населённых пунктах, управляемых примарами от партии Шор.